Здравствуйте дорогие подписчики! Сегодня 13 ноября вы смотрите обзор главных аграрных новостей. Минсельхоз потребовал не сокращать закупку удобрений. Импортной говядине разрешат въехать без пошлины. Масложировой союз назвал справедливым текущий уровень цен на подсолнечник. Эти и другие новости. Далее в выпуске. Замглавы Минсельхоза Оксана Лут потребовала, чтобы регионы не снижали объемы закупок минеральных удобрений. Такое заявление чиновник сделала после того, как получила от субъектов план по потреблению удобрений. Оказалось, что аграрии по действующим ценам готовы приобрести всего 4 миллиона 200 тысяч тонн минеральных удобрений. Это на миллион тонн меньше, чем рассчитывал Минсельхоз. Оксана Лут объяснила, что если в этом году сельхозпроизводители сократят закупку удобрений, то в следующем году приобрести минеральное питание станет еще сложнее. Ведь квоту на экспорт удобрений Минсельхоз рассчитывал как разницу между в целом объемом производства удобрений и внутренней потребностью в них. Если внутренняя потребность уменьшится, то на экспорт отправится гораздо больший объем. Напомним, что квота на экспорт удобрений введена сроком на полгода. Она начнет действовать 1 декабря 2021 года и продлится до 31 мая 2022 года. На этой неделе цены на пшеницу испытали небольшой спад. По данным рефинетив Агрикал, 9 ноября пшеница в глубоководных портах Новороссийска потеряла около 3,5 доллара за тонну, подешевев до 326,5 доллара. Гендиректор Экар Дмитрий Рылько объяснил, что 326 долларов за тонну – самая правильная, по его мнению, цена, так как реально высокого спроса на пшеницу нет. Никто не хочет продавать дешевле, чем за 330 долларов за тонну, но спроса на таком уровне не наблюдается, пояснил эксперт. Глава Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал, что цена пшеницы на ноябрь-начало декабря составляет 325-328 долларов за тонну – ФОБ. На внутреннем рынке заметного движения цен пока не наблюдается. Впрочем, если рублевая цена на пшеницу начнет ползти вверх, Минсельхоз готов применить более жесткие меры регулирования. В беседе с президентом Путиным министр Дмитрий Патрушев объявил, что формула расчета экспортной плавающей пошлины может быть пересмотрена в сторону увеличения сбора, если, например, на мировом рынке цена на пшеницу дойдет до 400 долларов за тонну. ЗАГС Собраний и правительство Ростовской области обратились к федеральным органам власти с требованием исключить зерно из перечня опасных грузов, рейдовая перевалка которых должна быть запрещена. С инициативой такого обращения выступила замминистра сельского хозяйства Ростовской области Ольга Горбанева. Выступая перед депутатами регионального парламента, она напомнила, что через рейд на экспорт из Ростовской области уходит около 60% зерна и запрет перегрузки вне порта может сильно ударить по экономике региона. Горбанева также напомнила, что на Дону реализуется 5 инвестпроектов стоимостью более 12 миллиардов рублей, которые как раз связаны с экспортом зерна. Кроме того, замминистра назвала недоказанным тезис о том, что зерно может наносить какой-либо урон окружающей среде. В акватории Азовского моря поступает порядка 50 миллионов тонн осадочного материала. При этом от предприятий, осуществляющих рейдовую перевалку зерна, объем зерновой пыли составляет от 50 до 300 тонн, что составляет незначительную долю. Депутаты ЗАГС Собрания Ростовской области надеются, что к их письму присоединятся и другие регионы. Минсельхоз России намерен в следующем году разрешить беспошлиный ввоз говядины в размере 200 тысяч тонн и свинины в размере 100 тысяч тонн. Так ведомство хочет сдержать рост цен на мясо. До сих пор ставка импортной пошлины на свинину составляла 25%, говядины 15%. Пошлина будет обнулена для замороженного мяса, предназначенного на переработку, то есть для производства колбас, сосисок и так далее. Нулевая пошлина на импорт говядины будет действовать целый год. На свинину только полгода, до 31 июня. По данным Росстата, цена отечественных производителей на говядину выросла с начала года на 11% и находится на предельном за последние 5 лет уровне. Растет и потребительская цена. В августе килограмм бескостной говядины стоил почти 550 рублей в среднем по России. Борис Титов, уполномоченный по правам предпринимателей, считает, что беспошлиная квота принесет лишь краткосрочный эффект. А вообще производителям говядины нужна реальная поддержка в виде субсидий. Солидарен с Титовым и глава Национального союза производителей говядины Роман Костюк. Он отмечает, что квота превышает объем импорта в 2020 году. Тогда было ввезено всего 135 тысяч тонн говядины. Кроме того, квота ставит под сомнение новые инвестиции в отрасль. Дело в том, что в молочном секторе производство говядины действительно снизилось. Хозяйства массово переходят на сексированное семя, чтобы избавиться от телят-бычков. При этом поголовье скота специализированных мясных пород, напротив, растет. Особенно ярко эта динамика видна в секторе КФХ. За 5 лет фермеры нарастили производство мясного скота на 38%. Если в 2015 году КФХ произвели 132 тысячи тонн, то в 2020 году 181 с половиной тысячи тонн. А всего за 10 лет производство скота мясных пород выросло более чем вдвое. Глава масложирового союза Михаил Мальцев заявил, что справедливый уровень цен на подсолнечник 33 тысячи рублей за тонну без НДС. При такой закупочной цене сельхозпроизводители будут иметь маржу в 200%, а переработчики в 5%, то есть на пределе рентабельности. Комментарий о справедливых ценах был вызван тем фактом, что на прошлой неделе маслозаводы резко снизили прайсы. Если на последней неделе октября стоимость тонны семечки на юге России доходила до 41 тысячи рублей, то сегодня упала до 33-35 тысяч рублей. По словам Мальцева, на цены давит снижение мировой цены на подсолнечное масло, а также растущая пошлина. С 1 декабря сбор увеличится более чем на 40%, до 276,7 долларов за тонну подсолнечного масла. Остается чуть больше недели до открытия масштабной сельскохозяйственной выставки Юг Агра в Краснодаре. В этом году организаторы просят гостей учесть требования Роспотребнадзора и заранее подготовить QR-коды или справки, подтверждающие статус «Вакцинирован», «Переболел» или «Отрицательный ПЦР-тест». Напомню, что мы, команда издательского дома «Крестьянин» и портала «Агробук.ру», на Юг Агра проведем два круглых стола. 23 ноября поговорим о том, как увеличить прибыль с гектара озимых, а 25 ноября обсудим инструменты точного земледелия. Подробности по ссылке в описании к видео. Закончим выпуск хорошей новостью, которая, честно говоря, вызывает у нас гордость за Ростовскую область. Силами сельхозпредприятия открыт второй в регионе Ледовый дворец. 11 ноября был торжественно запущен ледовый каток имени 75-летия Победы в селе Чалтерь Мясниковского района. Построил комплекс за счет собственных средств СПК «Колхоз имени Шаумяна». В проект вложено более 80 миллионов рублей. Мы приняли место федору от Светлой Кашарского района и решили построить в области второй ледовый каток. Бумажные дела проектирования шли очень долго, потому что карантинные ограничения вступили в силу. К концу лета, когда все эти вопросы были завершены, мы получили разрешение на строительство. 3 сентября мы доложили фундаменты катка. И пошло строительство. Все инвестиции из собственных средств хозяйства были того, влезли использование кредитных ресурсов. И еще более того, с первого дня мы обещали своим работникам и слово свое сдержали, что строительство ледового катка на темпы роста доработаемых плат и влиять не будет. Мы сегодня завершили, все нормально. Проект не коммерческий, а социальный. Дети смогут посещать занятия на катке бесплатно. И это уже второй ледовый каток, возведенный по инициативе и на средства сельхозпредприятия. Первый комплекс, как уже сказал Хачатур Милконович, был построен агрохолдингом «Светлый» в Кашарском районе. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что по-прежнему комментируете наши новости, ставите лайки, делитесь ими со своими знакомыми и поддерживаете наш проект. Желаем вам всего доброго. До следующей недели. Редактор субтитров А.Семкин